здравствуйте жем и подписчики на улице минус 15 это уже действительно тепло радует что морозы немножко ушли потому что меньше переживаешь за животных меньше конечно же расходы на электроэнергию для обогрева и конечно же комфортней вот этим вот мордахом ну и не только им не только им и всем остальным на переднем плане наш старый старый один из первых козлятников курятник это не из первых клеток в которых я держал кролики кроликов ну уже новое здание вот она вы видите это бытовка в которой мы жили когда строили дом а вот тут вся наша уже территория наша пара гектаров в этом году планы еще на здании хотим немножко осваивать уже землю и обучаться культурам и я и супруга мы такие в большей степени сотрудники науки и занимаемся совсем не животноводством и каким-то земледелием а занимаемся больше в сфере здравоохранения поэтому в целом все это для нас новое и мы все также это изучаем все также в этом разбираемся делимся своим опытом и чему-то учимся у вас уже не раз говорил о том что осваиваем новые специальности и не раз показывал как супруга хорошо готовит помимо этого она осваивает еще и другие направления открываются новые таланты если хочешь сделать это качественно и хочешь минимально на это все потратиться значит будешь делать сам из-за плохого освещения конечно же не передать но с нулевого варианта до шпаклевки и обделки и уже до дальнейшей покраски с использованием различных вот этих сеточек где есть трещины все это делала моя супруга то были стены потолок спальни а это такой коридор и вот она черновая работа потихонечку вот так это все выглядит сначала такая черновая работа для того чтобы зашпаклевать все щели все неровности использовать сеточку там где есть немножко трещинки затем это все шлифуется а потом несколько раз наносится краска водоэмульсионная работы много но спешить некуда поэтому потихонечку это все делается это у нас детская опять же из-за такого не совсем удачного освещения конечно нужно и аппаратура другая и освещение получше чтобы передать четкости и всех оттенков и детали работы возможно где-то не все идеально возможно не так как это лучших профессионалов и кто-то в комментариях напишет что он нашел какие-то косяки но это мы сделали самостоятельно расходы только на материалы ну и конечно же трудозатраты свое время вот все остальное нам дали наши возможности дополнительный опыт дополнительные возможности плюс ко всему еще и работа которая также успокаивает и немножко отвлекает от повседневных и вот этих рабочих тяж очень приятно когда ты можешь поменять немножко свою сферу деятельности немножко отвлечься и обязательно заняться чем-нибудь другим такая повседневная рутина когда ежедневно ты выполняешь одно и то же устаешь от этого всего дом же дает возможность проявить себя немножко открыть в себе совсем другие таланты перенастроиться заняться чем совсем другим и это огромный плюс а плюс ко всему еще тот факт что это свежий воздух это натуральные продукты которые ты выращиваешь сам это та же физическая активность для здоровья такая эмоциональная и моральная спокойность удовлетворение какая-то гармония вот все то что я могу сказать о том что в целом мы не жалеем что мы живем собственном доме на своей земле и любуемся тем что окружает нас все никак не могу нарадоваться этой красивой погодой этой природой зима у нас в этом году просто прекрасная красивая красивая таким красивым снежком накрыла все снегу наши собаки выглядывает наша козочка скажи так холодно не хочу выходить на улицу но и в бане пойду домой чай пить теплый закусывать сушенными сухариками которые подарили соседи посмотрим нашу заступник а вот она наша заступница на посту всех покусаю всех порву какая злючая скажи на свою территорию никого не пущу кто-то пустите меня пустите я вам дам всем всех вас накажу вот так красиво у нас очень-очень красиво ну ладно пойдем смотреть как остальные животные такая красота но просто налюбоваться нельзя а мы пойдем посмотрим что у нас крыльчатники лес просто завораживает растает уже совсем скоро снега и мы сможем с собаками гулять по лесу это тоже покажем в наших роликах пойдем посмотрим как у нас стоят дела в крыльчатники что нового должны были окролиться две самочки одна окролилась у нас тоже хорошо нарвала пуха и вторая окролилась тоже хорошо нарвала пуха вот они мои хорошие гибриды кралятся по многу по хорошему такому количеству крыльчат но на первый раз сильно много они не оставляют то есть в целом где-то на первый окрол малышей 10 но уже второй можно 12-14 самочки такие хорошие спокойные молочные ждем окролла вот этой самочки еще должно у нас кролиться это самочка и это самочка и там так по ряду до самого конца до самого конца поэтому у нас эти клетки запускает процесс а уже остальные подхватывает сегодня возьмусь чистить клетки потому что эта работа состоит не только в том чтобы любоваться кроликом но и конечно же обеспечивать чистоту чистоту кстати я говорю должна кролиться она окролилась уже давно вот она уже их тут у малышей сложила вот они там шевелятся сейчас переберем пересчитаем посмотрим что у нас там на первый раз и дальше уже посмотрим надо чистить клетки вот сегодня буду обжигать для того чтобы был порядок порядок у нас очень много нарвала но кинула вот она получается вот она скинулась сюда ну ничего сейчас разберемся пересчитаем наведем порядок сделаем подстил как нужно чтобы все было хорошо подготовил маточники толстым слоем на дно укладываю опилки стружку для того чтобы она впитывала максимально все мочу всю влагу вот а сверху укладываю сено укладываю сено вот аналогично один второй и те в которых уже акролы были мамки потихоньку начинают съедать это сено и в итоге когда уже происходит акрол потому что маточники ставлю за три дня до акрола здесь остается уже мало сено вот в этом весь нюанс ну в целом это позволяет меньше мамкам грести эти маточники это конечно же огромный плюс когда уже происходит так рули я вот так закрываю доступ к мамке к малышам потому что любой шорох любая получается паника со стороны мамки она думает что какая-то опасность и из-за этого может через чур часто прыгать маточное отделение и потоптать всех малышей поэтому лучше это все дело закрывать а теперь как я говорил вот возьмемся наводить порядок будем обжигать весь вот этот пух пух Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...